Бескрайний север. В Москве стартовали Дни Арктики. Среди участников наш регион. Двигатель импортный, американский, газотурбинный, с большим ресурсом, в отличие от поршневого Ан-2. На новых крыльях Наринмарский авиаотряд планирует закупить два новых самолета. На чем летать будем? Ледяная дорога. В регионе могут принять закон о снегоходных трассах. Он предусматривает обозначение маршрутов, знаки с указанием населенных пунктов и расстояние до них. С главными событиями этого дня в студии Олег Хатанзейский. Новости начинаются. В Москве сегодня стартовали Дни Арктики. Это мероприятие собрало на одной площадке министров, губернаторов арктических регионов, представителей крупного бизнеса, работающего в арктических широтах. Своё обращение участникам форума направил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что Дни Арктики – это всегда калейдоскоп научных дискуссий, деловых и творческих встреч. Но главное – это продолжение серьезного профессионального разговора об освоении Арктики. В рамках программы Федерального арктического форума запланирована деловая сессия, вторая международная научная конференция, а также мультимедийная экспозиция «Арктика». Это совместный проект Минприроды России и Музея Москвы. На этот раз в программе конференции предусмотрена специальная молодежная секция, на которой будут представлены доклады молодых ученых. Большой интерес молодежи – яркое свидетельство того, что регион остается уникальной территорией для интересных исследований и новых научных открытий. В своем приветствии участникам глава Минприроды России Сергей Донской отметил, что укрепление позиций и стабильное развитие трудноступных северных территорий являются одними из главных задач, стоящих сегодня перед Россией. Участие в столь масштабном мероприятии принимает и губернатор нашего округа Игорь Кошин. Глава региона сегодня стал одним из спикеров панельной дискуссии об индустриальном развитии эко-региона под председательством главы Минприроды России Сергея Донского. Игорь Кошин рассказал о проекте строительства глубоководного незамерзающего порта Индига, который благодаря своему географическому положению мог бы стать точкой роста Севморпути. Также речь шла о крупных недоразведанных запасах углеводородов на территории округа. По словам Игоря Кошина, новые масштабные проекты служат стимулом для развития других отраслей в регионе, а также создают рабочие места, улучшают транспортную доступность. Но для их реализации, безусловно, необходима поддержка федерального центра и, конечно, время. Дни Арктики проводятся для привлечения внимания к природным, историческим и культурным объектам Арктики, повышения туристической привлекательности районов Крайнего Севера, а также конструктивного диалога о решении экологических задач. Безопасность превыше всего. Глава Заполярного района Алексей Михеев представил окружным парламентариям проект закона о снегоходных трассах в Ненецком округе. Подобный документ рассматривается впервые. В настоящее время Заполярный район осуществляет вешкование снегоходных трасс только на водных объектах. Законопроектам предлагается установить разметку снегоходных маршрутов на всей территории округа. Первый самый вопрос, который мы пытаемся решить, предлагая принять данный законопроект, это, конечно же, безопасность. Безопасность на снежных трассах региона обеспечивать ее, конечно, непросто, но можно в рамках закона. Его проект предусматривает обозначение маршрутов на местности, а также установку знаков с указанием названий населенных пунктов и расстояния до них. Также законопроектам предлагается установить разметку снегоходных маршрутов на всей территории округа. При выезде из деревни должен стоять соответствующий знак, куда идет эта дорога. Если есть перекресток, то там будет направление, плюс к этому расстояние в километрах. Но не через каждый километр. Как минимум при выезде вы должны понимать, что от Виски по зимней дороге до Коткина вы доедете через 53 километра. Не более чем. Если 54, значит пора кричать «карау», уехали не туда. Кроме того, проект закона предусматривает создание реестра снегоходных трасс Ненинского округа, куда будет включена информация о межмуниципальных маршрутах. Такая необходимость прежде всего связана с развитием в регионе въездного туризма. Будет реестр, будет свободный доступ. Люди, выезжая в Ненинский округ, въезжая, перед тем, если правильно готовятся, ну, серьезно, да, они посмотрят, что есть зимний, ну, не зимний, а снегоходный маршрут, размеченный до такой-то деревни, до следующей деревни, и будут понимать, сколько километров и куда ехать. Депутаты окружного собрания проект закона одобрили, но замечания высказали члены экспертно-правового управления. В целом же окружные парламентарии решили принять законопроект на ближайшие сессии за основу и в дальнейшем продолжить над ним совместную работу. Алина Волчейская, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Снегоходы хорошо, а вот самолеты лучше авиапарк Наринмарского авиаотряда пополнится двумя самолетами ТВС-2МС. Это модернизированная разновидность бессменной «Аннушки». Предприятие планирует приобрести самолеты в лизинг на 7 лет. Цена одной такой машины составляет 81 миллион рублей для первоначального взноса. По договору лизинга предприятие получит из окружной казны 75 миллионов рублей. В качестве бюджетных инвестиций общая стоимость двух машин с учетом лизинговых платежей оценивается в 188 миллионов рублей. Первый прототип «Ан-2» был поднят в небо почти 70 лет назад. Серийное производство стартовало в далеком 49-м году. За эти годы кукурузник, будучи простым в эксплуатации, пригодным для работы с неподготовленных грунтовых площадок и обладая малым разбегом и пробегом, стал незаменим для работ на территориях Сибири и Крайнего Севера. На ренмарском авиаотряде сейчас эксплуатируется шесть «Ан-2». В скором времени в семействе легендарных самолетов заполярной столицы ожидается пополнение. В лизинг планируется приобрести два самолета – ТВС-2МС. Это обновленная разновидность «Ан-2». Замена старого поршневого двигателя на газотурбинный даёт дополнительную экономию. Ведь с дорогостоящего иностранного бензина можно будет перейти на более дешёвый авиационный керосин. Стоимость его почти в два с половиной раза ниже. Есть плюсы и для пассажиров. «Самолёт будет более комфортный для пассажиров, меньше вибраций за счёт нового двигателя, более тёплый, тепло в нём будет лететь в зимний период. Я думаю, будет более комфортно и пассажиры будут более довольны. Тем более, летит он с большей скоростью и время в пути будет уменьшаться». Скорость преобразованной «Аннушки» – 210 км в час, у старых моделей – 180. За счёт увеличения скорости сократится время в пути, например, до Каратайки и обратно на 20 минут. Покупка новых самолётов планируется в конце года по договорам лизинга. Для этого власти региона намерены внести в уставной капитал Наринмарского объединённого авиаотряда 75 миллионов рублей в качестве бюджетных инвестиций. Эти деньги будут направлены на первый взнос по договору лизинга. Алена Валей, Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Харивере решается судьба нового ДК. Его построили в этом году, но работать и заниматься сейчас в здании практически невозможно. Как только наступили холода, буквально в октябре, даже в начале октября, стало очень холодно. Танцы на льду. Новое здание ДК, построенное в Харивере, оказалось не готово к холодам. Дети занимаются в куртках. Нам поступают в основном одни отказы, отписки. Нас это, конечно, не устраивает. Дождь с потолка. Чиновники отказались выделять деньги на ремонт аварийной крыши жилого дома. Людям предложили подождать ещё 15 лет. Бюджет НАУ на 2016 год вынесли на общественное обсуждение. Жители региона высказали свои пожелания по поводу статьи расходов окружной казны, которые, на их взгляд, необходимы для развития региона. Но все пожелания учесть просто невозможно, отметила начальник управления финансов Елена Карельская, так как следующий год станет для региона непростым финансовым периодом. Расходы округа превысят доходы более чем на 3 миллиарда рублей. Финансовые риски, недополучение доходов, дефицит бюджета и сохранение социальной защиты. Такую характеристику получил бюджет округа на 2016 год. Елена Карельская, начальник управления финансов и главный докладчик на общественных слушаниях, ещё раз напомнила о целесообразности формирования расходов. Вопросы, поступившие от граждан, не новые, но решить все их одномоментно в современных экономических условиях сложно. Президент обратил внимание в учебные заведения, какие у нас на территории. Так вот, дайте, что у нас 30 лет, и 15 лет у нас не строятся, где учатся. В 2014 году вы закончили учебное заведение 18 800 человек. За все эти годы я имею в виду. Новое здание Ненецкому профессиональному училищу действительно нужно, ведь образование – приоритетное для округа направление. На эту сферу будет направлено свыше четверти всех расходов. Объём расходов на социальную поддержку граждан оставлен на уровне прошлого года. Значительная доля расходов приходится также на развитие транспортной системы, здравоохранения, решений жилищного вопроса. 31% всех бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства будет направлен на возведение жилья, детских садов и школ. Основной упор сделан на детские сады и школы для исполнения майских указов. Также все в курсе, что по городу стоит вопрос и проблема второй смены. Поэтому на сегодняшний день пока что вопрос по учебному корпусу для профобразования пока что в бюджет не вошёл. В бюджете уже заложено финансирование строительства школьных зданий в Тельвиске, Нижней Пёше, Индиге, Харуте, Ниси, посёлке Искателей, районе Авиаторов. Школу-сад будут возводить в Бугрино и Харуте, пришкольный интернат в Каратайке. На Ренмаре, по улице Ленина, в посёлке Искателей, в районе Авиаторов и Ниси начнётся строительство детских садов. В следующем году предусмотрена планировка, возведение инженерной инфраструктуры и газификация посёлка Искателей, Факел, района Старый аэропорт, улиц Заводская и Пустозерская. Всего в собрании депутатов поступило порядка 20 вопросов. До 1 декабря администрации округа предстоит их рассмотреть и проработать. Валентина Чибичек, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Жилищное и социальное строительство получат развитие, исходя в первую очередь из решения существующих инфраструктурных проблем. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин. Проблемы действительно существуют. Например, в Харивере решают, что делать с новым информационно-досуговым центром. Новое здание, которое ждали в посёлке не один год, оказалось не готово к холодам. Стоило ударить 20-градусным морозом, температура в некоторых помещениях ДК опустилась до плюс двух. Дети танцуют не в костюмах, а в зимних куртках. Кто исправит строительный брак, выясняла наша съёмочная группа. Сколько детей занимается? У нас около 30-26 детей. Не о такой жизни мечтали педагоги и дети, переезжая в это здание. Счастье от нового ДК длилось недолго – до зимы. В некоторых помещениях не больше плюс десяти. Подрядчик скупился на радиаторы. Такая система отопления используется в южных регионах. На огромный холл, площадь которого несколько десятков квадратных метров, установлен маленький радиатор. Мы надеялись, конечно, что если мы придём сюда, то будет тепло, хорошо, светло, уютно. Мы будем ходить в платьях, в туфельках, но, конечно, этого не случилось. Очень холодно. Запустили систему, толку нету. Где-то греет, где-то не греет, но это уже, мы не знаем, в чём причина. Осмотрев ДК, губернатор поручил своим подчинённым ещё раз изучить проектную документацию, найти в ней дыры, связанные с системой теплоснабжения, и организовать работы по утеплению. Претензии подрядчику уже написаны. Им является архангельская компания. Там мишени просторные, светлые, высокие, тёплые, убрано, всё мобилировано, всё аккуратно. А это уже местная больница. В просторные и светлые кабинеты врачи и пациенты переехали летом. Через некоторое время на стенах образовались трещины толщиной из палец. По словам главы посёлка, под зданием, возможно, некачественный фундамент. Выражаясь языком строителей, больница попросту гуляет. Отсюда и трещины. В принципе, видели, когда оно изначально начиналось строительство, мы уже обращались в разные структуры, и к подрядчику, и к заказчику, потому что у нас очень много было вопросов по строительству больницы. В том числе, особенно, по системе отопления. Она нас не устраивает. Подрядная организация и тоже архангельская с трещинами на стенах уже знакома. Свои ошибки частично признала. Сейчас в Харьевере снова ждут строителей. Они уже не раз приезжали и исправляли свои косяки. И сейчас тоже ждём, чтобы приехали и исправляли. С нерадивыми подрядчиками в регионе борются давно. Сотни претензий, суды и иные разбирательства. Однако чаще сомнительные строители, не выполнив контрактные обязательства, попросту исчезают. Ошибки в основном исправляют только те, кто в округе намерен работать дольше. В любом случае, так просто не отстанем. То есть, они должны сдать качественный продукт. Они за это получили деньги. Но сегодня электронный аукцион, он с одной стороны борется с возможными всякими коррупционными составляющими. Но с другой стороны, заказчик не видит вообще, кто там участвует. Там есть участник один, участник два, участник три. При том, что схемы сейчас очень разные там бывают. И не всегда добросовестные люди изначально туда выходят. При этом многие подрядчики после победы в аукционе не понимают, что строить придется на Крайнем Севере. Опыт работы в условиях Крайнего Севера, как правило, у них отсутствует. Самое лучшее, это вот у нас есть наши местные подрядчики, которые точно сделают, знаю, что ответственно, потому что им здесь жить, им в глаза, конечно, им в глаза будут люди смотреть совершенно. И с них же и будут спрашивать. Ну, у нас Россия большая, а закон один для всех. Что касается местного ДК, то строители, видимо, хотели сэкономить. Здание еще на гарантии, поэтому архангельской компании систему отопления, скорее всего, придется полностью модернизировать. Илья Сахаров, Олег Котанзийский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север» Харивер. Около 70% жилищного фонда в поселке Искатели считается ветхием. Многие дома нуждаются в срочном капитальном ремонте. Один из них – Россихина 5. Последние 7 лет у дома протекает крыша. Сейчас она находится в аварийном состоянии. Это официально подтверждено управляющей компанией, которая обслуживает данный дом. Но вот местная администрация ремонтировать крышу отказалась. Почему, выясняла наша съемочная группа. Мы проснулись от того, что сильно пахла штукатурка, и все это капало здесь. Даже не капало, а текло. Квартиру Ирины Прокопенко затопило в одну из февральских ночей. На улице резко потеплело, и на крыше начал таять снег. В результате вода буквально лилась на головы. Эту полиэтиленовую пленку желтого цвета здесь расстелили хозяева квартиры, что под нами. Она хоть как-то сдерживает воду, которая просачивается через эту крышу. Визуально, конечно, не скажешь, что в ней есть трещины, но даже при незначительном дожде конструкция не выдерживает натиска стихии. Желтые пятна на штукатурке теперь повсюду. Люди на готове держат вот такие пластиковые тазы. Видно, что он уже неоднократно принимал удар стихии. О своей проблеме жильцы дома, конечно же, писали и управляющую компанию в местную администрацию безрезультатно. Нам поступают в основном одни отказы, отписки. Это письмо в прошлом году в адрес управляющей компании, которая обслуживает Россихина 5, подготовила администрация Искателей. Документ за подписью замглавы поселка Николая Литвина. Администрация МО «Городское поселение рабочий поселок Искатели», рассмотрев акт обследования кровли многоквартирного дома номер 5 по улице Россихина, составленный специалистами МУП «Служба заказчика по ЖКУ поселка Искателей», а также руководствуясь результатами осмотра комиссии администрации, подтверждает необходимость замены кровли вышеуказанного многоквартирного дома. В связи с этим просим вас рассчитать сметную стоимость капитального ремонта кровли данного дома. Управляющая компания через несколько дней в администрацию направила сметные расчеты и ведомость объемов работ на капитальный ремонт дома. Казалось бы, сейчас чиновники выделят деньги и крышу отремонтируют, но нет. Вот все тот же Литвин на входящем письме делает пометку – ремонт крыши дома номер 5 по улице Россихина не планировался в 2014 году отложить. Директор управляющей компании не отрицает дом с проблемами, но помочь он ничем не может. Собираемых денег за обслуживание едва хватает на заработную плату работникам ЖЭО. Максимум, что сейчас делает служба заказчика, лишь на время запенивает щели в крыше. Но более мы не располагаемся с вами, чтобы сделать капитальный ремонт этой крыши. Просто нет финансовых средств. Я уже сказал, что содержание 13 рублей 72 копейки – это ни в какие рамки, ни в какие обороты. Поговаривали о том, что ремонт крыши возможно сделать на средства, выделенные так называемым региональным оператором – организация, которая от жильцов собирает деньги на капремонт многоквартирных домов. Но появился непредвиденный барьер. В фонде капитального ремонта сообщили, что данный дом может подлежать капитальному ремонту только через 15 лет. Но, к сожалению, мы видим, что крыша протекает настолько, что уже может случиться что-то более серьезное, например, пожар, потому что протечка уже доходит даже до щитка. Мы боимся, что через 15 лет нашему дому уже не понадобится капитальный ремонт. Крыша – не единственная в доме беда. А на первом этаже жалуются люди – холодные полы. Температура в квартирах напрямую зависит от температуры на улице. Очень сильно дует, при том, что у меня дверь хорошо утеплена, балконная. Вот, все равно, вот, дует прямо вот отсюда, все везде, вот здесь все это дует. Батареи, кипяток, ничего не могу сказать, топление хорошее, но все везде. Вот, видите, это все дыры, это все щели. То есть впечатление, что просто так вот верхний каркас, внутри пусто. Решить проблему Надежды Колегаевой предложили самостоятельно. Мол, вам же здесь жить. Я, допустим, финансово не в состоянии утеплять свой личный пол, ну, в своей квартире, потому что я ее брала в кредит. То есть, как бы, у всех же свои финансовые возможности. За свой счет жильцам предложили отремонтировать и крышу. Но, посчитав, они прослезились. На ремонт каждому общую копилку нужно отдать, как минимум, полмиллиона рублей. Олег Котанзейский, Александр Дуркин, Роман Делимарский. Телеканал «Север». Ну и, кстати, большинство граждан страны выступают против сборов на капитальный ремонт домов. На прошлой неделе в правительство страны партия «Справедливая Россия» отправила подписные листы за то, чтобы заморозить платежи за капремонт как минимум на пять лет более миллиона человек. Об этом уже доложили Дмитрию Медведеву, но никакого решения пока не принято. И еще в регионе ожидается штормовая погода. Сильный ветер сохранится до 22 ноября. Местами порывы ветра будут достигать 27 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС, так что будьте осторожны. На этом у нас все. Далее подробный прогноз погоды. До встречи. Продолжение следует...